Николай уже 10 лет ведет войну с управляющими компаниями. Николай Куприянович уверен, что делать свою работу нужно добросовестно. Но этим качеством современные обслуживающие организации не отличаются. Например, на этой площадке света нет два года. Что-то не так с проводкой. Он неоднократно обращался в управляющую компанию. Но электрика, жильцы так и не дождались. Сами придумали временное освещение. Поставили вот тут аккумулятор. На саночках привезли из гаража. Вот они саночки. Поставили аккумулятор, вот сделали включатель. Вот сделали, вот лампа. Вот то, что у нас называется освещением в 21 веке. Амич возмущен и состоянием подъезда, лестницы и лифта. Как говорит Николай Куприянович, обидно смотреть, что дом превращается в сарай. Квитанции за содержание жилья собственники оплачивают вовремя. Но штукатурка в подъезде сыпется на пол, со стен свисает паутина, а окна сквозят. Косметического ремонта не было уже более 10 лет. Серия нашего дома подпадает под ту категорию домов, в которой текущий ремонт подъезда проводится один раз в три года. Ремонта нет уже 10 лет. Будет моим заявлением правоохранительные органы о том, что фактически и в ГЖИ, в том числе, в том числе новому руководителю ГЖИ, что нарушаются все нормы и правила содержания общего имущества, что ведет к фактическому разрушению жилого фонда города Омска. Дом номер 110 по улице Омска обслуживает управляющая компания Сибжилсервис. Директор Николай Кузин признает, что косметический ремонт подъезда требуется. Но в плане на 2017 и 2018 годы эти работы не предусматривались. По поводу того, что там подъезд в неудовлетворительном состоянии, я такое бы не сказал. Да, частично есть нарушения красочных слоев, которые необходимы работы по утеплению, значит, окна закрытые, по освещению свет горит. Там у них были незначительные сбои по коммунальному освещению, поставили таймер, что их еще не устраивает. Будет ли проведен ремонт в 2019-м, пока точно неизвестно, рассказал директор управляющей компании. Но чтобы вопрос наконец решился, Николай Куприянович подготовил следующее обращение в приемную губернатора. Любовь Федорова, Юрий Дорошенко, Антенна-7.